Всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу про то, зачем в сборках для фарма я применяю PvP-модули. На моих стримах вы часто видите странные икрапские сборки с нейтриками, сетками, скрамблерами и прочими радостями в PvP-шной жизни. Ответ, как вы правильно понимаете, достаточно прост, чтобы спасти свой корабль в случае, если на меня нападут, ну или хотя бы попытаться это сделать. Если кто-то из вас думает, что это абсолютно не актуально, так как на ваш праксис напали и вы ничего не смогли сделать, и вряд ли в этой ситуации вам бы помог скрамблер, то отчасти вы правы. Но не каждый флот, который вас атакует, содержит в себе сильных игроков. Вам часто будут встречаться такие же, как вы игроки, просто летающие в отличие от вас в PvP, а не в PvE. И против них у вас могут быть шансы на победу. Правда, для этого также придется приложить определенные усилия и получить некоторые знания, которые, кстати, получаются исключительно через PvP, ну или через мои гайды. Итак, героем этого видео станет обычный рабский праксис для фарма-ц3. Думаю, многие из вас в курсе, что это за зверь и сколько он может зарабатывать исок. Да и как собирается, ни для кого не секрет. Если кратко его описать, то активно танкует щитами, использует сборку на быстрое восстановление энергии, чтобы не возить с собой расходку, стреляет так называемыми рапитками, актуальными, разве что тогда, когда вы новичок, но таков путь и с него сложно свернуть. Мою сборку ко всем этим крабским модулям. Я добавляю тяжелый нейтрик в верхний слот, а в средние слоты я ставлю тяжелую сетку и скрамблер. По ходу фарма абсолютно никто не запрещает вам использовать депо и менять модули под ситуацию. Сетку можно поменять на какой-нибудь ракетный компьютер, а в нижний слот можно добавить какой-нибудь модуль на урон, чтобы аномалии проходились быстрее. Тяжелая сетка, она же грабблер, очень сильно замедляет противника на малых дистанциях. Это актуально для наших больших ракетных установок. Но скрамблер держит цель и блокирует возможность активировать МВД. Тот самый движок, который дает много скорости, правда данный модуль тоже работает на малой дистанции и очень часто это проблема. Согласитесь, ничего сложного и все плюс-минус понятно. Дело за малым, а пробовать все это в пвп. Вернее в пвп, которое приходит по ходу нашего крабства. Предыстория боя очень простая. Я фармил аномальки, они закончились, я поехал обратно, а там стоит флот. Я не очень хотел начинать бой на вармхолле, так как люди начнут прыгать туда-обратно и начал метаться по системе. В итоге, утянув моих противников на солнце, где меня благополучно поймали. Когда вы начинаете бой, не самое верное решение сразу показывать пвп модули. По той простой причине, что это может немного напугать противника и он будет куда серьезнее относиться к началу боя. Естественно, это не касается тех ситуаций, когда прилетел большой ганг и вот уже вас поймал. Тут надо действовать со своей максимальной эффективностью. В данном случае меня поймала только профессия, прилетел какой-то целестис. И я не вижу даже какого-то смысла в том, чтобы ковырять это профессии. Я просто жду более подходящие корабли, в которых я уже вкину свой максимальный урон, который у меня есть здесь и сейчас. И постараюсь в кратчайшие сроки кого-нибудь победить. Ну просто потому, что противника много, и если я это не сделаю, то я вероятнее всего умру. Против меня используют триглавские корабли, это драковаки. Особенностью является то, что со временем их урон очень сильно увеличивается, поэтому затягивать ни в коем случае нельзя. Помимо этого, они могут ремонтировать друг друга, за этим необходимо очень внимательно следить. И, следовательно, пытаемся как можно быстрее пробить первую цель. Кидаем на нее нейтрик, в силу того, что как раз таки данным модулем можно деактивировать как дистанционную откачку, ремонт противника, так и вражеские пушки, чтобы не дать им настакать урон и просто меня взорвать. Я, наконец, замечаю откачку, которую использует противник. В данном случае он использует только с одного драковака, по крайней мере. Я вижу ее только с одного драковака, возможно, позже появятся еще какие-нибудь модули. Следовательно, нейтрик с основной целью я снимаю, потому что как такового смысла в этом нету. Я вижу, что это пассивные фиты, то есть ничем самостоятельно они ремонтироваться не будут. А вот от ней треть того драковака, который как раз таки ремонтирует ту цель, которую я бью, это дело хорошее. Помимо этого, данный драковак, скорее всего, уже настакал урон, так что комплектом к тому, что я заблокирую ему откачку, то есть у него просто не будет энергии, чтобы откачивать своего тиммейта, я, вероятнее, смогу ему комплектом скинуть на стак его пушки. И он потеряет свой ДПС. Пропитки я использую без автоматической перезарядки. В этом бою мне на самом деле это не особо пригодилось, но, как правило, это требуется в случае, если вам необходимо использовать разные ракеты под разные цели. Например, у противника есть маленькие корабли, средние корабли, большие корабли, или медленные корабли, быстрые корабли. Здесь необходимо использовать разные типы ракет, то есть фракционные либо фурики. А комплектом к этому иногда надо использовать еще и разный тип дэмэджа. Здесь на самом деле я часто буду пользоваться эксплозивом, но, тем не менее, перезарядка у меня все-таки была отключена, чтобы я каждый раз подбирал правильные ракеты, и не было ситуации, где я вынужден использовать неправильные ракеты. Тем временем на поле боя появился четвертый драковак. Но из приятного приварпал не в ноль, то есть на дистанции у него не будет большого количества ДПС, в отличие от той ситуации, если бы он прилетел в ноль. Нейтрия, того драковака, который ремонтировал первый, я сбросил ему так называемый на стак. После этого на него переключился, потому что я понимаю, что у него есть откачка дистанционная, и логично было бы убить его вторым. Вообще было бы логично убить его первым, но там я не понимал, что конкретно стоит праймарить, поэтому праймарил попросту убивал первой. Рандомную цель. Нейтрик я сразу перекидываю на следующий драковак, на случай, если вдруг у него появится дистанционная откачка, я этого до сих пор не знаю. Ну и комплектом к этому он уже, скорее всего, сделал себе полный стак, и было бы неплохо его отнейтрить и этот стак скинуть. Также я проанализировал ситуацию, что противник не может меня пробить, я довольно-таки эффективно откачиваюсь, и чтобы он не потерял интерес в связи с тем, что я могу держать только одну цель и не улетел, я начинаю, это называется, подбейчивать. То есть загонять противника в ловушку, тем самым, что он думает, что вот-вот меня победит, надо предложить еще немножечко усилий, и я точно паду. Ну и, естественно, ситуация под контролем, и убить себя, по мере возможности, я не даю. Продолжение следует... Где-то здесь можете поставить большой палец вверх, за то, что мой крабский праксис убил уже второй драковак. Но я продолжаю. У меня образовалась маленькая пауза, в которой я перехватил еще одного драковака, также начал его нейтрить, и решил убить коэрцер. Эсминцы, они же дестройеры, на самом деле довольно-таки дамажные корабли, и все-таки стоит потихонечку от них избавляться, иначе в какой-то момент может получиться так, что вас победят, и вы на удивление увидите, что больше всего урона нанес какой-то маленький эсминец, которого вы не убивали на протяжении целого боя, он жил, и в итоге... Здравствуйте, он топ-дамагер, поэтому от коэрцера я оперативно избавился, благо появился такой момент, и переключился на очередной драковак. Здесь я уже стараюсь максимально бейтить, так как ситуация находится полностью под боем контроля. То есть расходка у меня не закончится, энергия у меня не закончится, и в идеале стараться делать так, чтобы противник никуда не собирался, и каким-то чудом я мог его держать на поле боя и убивать. На подскане появляется праксис, это такой же корабль, как у меня. Скорее всего, ребята не знают, что им докидывать на поле боя, судя по названию ролл, это праксис для закрытия вармхолов. И то, чего стоит от него ожидать, скорее всего, как такового урона у него не будет, зато у него может быть много нейтриков, тех самых модулей, которые нейтрализуют, то есть уменьшают энергию. И учитывая тот факт, что если у меня энергия закончится, я ее больше ниоткуда взять не смогу, я начинаю аккуратнее танковать, грею одну инвульку, аккуратненько подогреваю шелдбустер, по крайней мере задумываюсь об этом, и постараюсь проанализировать, сколько на меня упадет нейтриков, и менеджить свой шелдбустер таким образом, чтобы противник меня не отнейтрил. И, кстати говоря, свой нейтрик я тоже выключаю, потому что он мою энергию тоже расходует. Наводя курсор мыши на значок нейтрика выше капоситера, я буду на протяжении боя посматривать, сколько там нейтриков. Изначально я вижу три, но понимаю, что мой противник на самом деле может закинуть и больше, поэтому буду за этим очень внимательно следить. Ну и какое-то время опять же буду греть инвульку, благодаря этому реже активировать шелдбустер и меньше расходовать свою капу энергию. Как вам, кстати, красивые взрывы драковаков? Это, если я не ошибаюсь, уже какой? Третий, да, наверное. И Крабский Праксис все еще жив. Заметили? Не зря наводил на нейтрик. В какой-то момент стало видно, что их пять. Хотя на самом деле я заметил, это скорее не потому, что я навел курсор мыши, это я уже перепроверял. Это я заметил, потому что у меня энергии в какой-то момент прям очень мало стало. И я взял бустер, который делается по Air Career Program за активацию как раз-таки скрамблера. Он немного увеличивает восстановление энергии. Он не шибко сильный, но почему бы его не использовать в данном случае? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дамага на поле боя становится все меньше и меньше. И в данном случае, учитывая тот факт, что я скорее всего не буду откачиваться, следовательно энергии у меня будет довольно-таки много, можно попробовать перенейтрить вражеский Праксис. Так как скорее всего он нейтрил мне на расходке, то есть он использовал батарейки. Я же это делал без батареек, к этому моменту они у него могли закончиться. Так что я активировал нейтрик и тут же заметил, что этим нейтриком я снял с себя абсолютно все нейтрики, которые езжал на мне Праксис. Так что неплохо. В данном случае он не настолько опасен. Ну и как вы правильно заметили, противник начал довольно-таки активно ковырять моих дронов и я потихонечку начал их менеджить. То есть собирать и доставать тех, которые потолще, чтобы те, которые покоцаны, потихонечку восстанавливались в моем дронвее. Продолжение следует... Я вижу, что буквально через секунд 15 я убью чужой Праксис. При этом все противники, которые остались на поле боя, а это помимо Праксиса два корабля, это Вагабонд и Драковак, находятся довольно-таки далеко. И следовательно, было бы неплохо в этой ситуации что-нибудь противнику удержать, чтобы желание подраться у него было поболее. Так что я потихонечку переношу урон по тем кораблям, которых я возможно убью или не убью. По крайней мере, я их пробую на зубок и жду, чтобы противник докинул что-нибудь еще. В связи с тем, что ситуация полностью под контролем. Не хочу, чтобы на этой приятной ноте бой заканчивался. Продолжение следует... Наш противник, наконец, забрасывает следующие интересные корабли, так что можно убить Праксис и попробовать на что-нибудь переключиться, что подлетит ко мне близко. В идеале, не шибко так надо прессинговать противника, который очень далеко. И делать вид, что вы особо ничего не делаете, пока он к вам не прилетит. Потому что Экитурс постояла-постояла, посмотрела, что я вроде ничего не делаю и решила ко мне прилететь. А я на этой стадии, во-первых, дал ей гретый грабблер, чтобы эффективнее ее оттормозить. Во-вторых, начал ей ломать лицо. Корабль очень дорогой, при этом довольно-таки грозный. Конкретно в этом бою, потому что может настакать очень много ДПС. Это Т-2-3 главкорабль. Он там стакает какие-то абсолютно невероятнейшие цифры. И если эта Экитурса стакнется, то я, скорее всего, погибну. Комплектом к этому она, кстати говоря, меня не едет. Не то, чтобы это сильно эффективно, но, тем не менее, это имеет место быть. Поэтому сначала ничего страшного Экитурсе не показывали. Потом она подъехала, и мы ее поймали. И прессингуем. И следим за каплей. На всякий случай. Вот здесь, кстати, я понимаю, что Экитурсу, скорее всего, я буду душить довольно-таки долго. Она кинула на меня джам-дронов, и было бы неплохо их убить. Потому что, скорее всего, если я упаду в джам, то она выкатится, и больше подобную ошибку допускать не будет. И, следовательно, потом я ее, скорее всего, уже не убью. Перезаряжаюсь, кстати говоря, на фраг-ракеты. Потому что цель маленькая, и было бы неплохо убивать ее именно фракцией. Что касается выбора дамага, то у Экитурсы две дырки. А базовая дырка — это кинетик, ее, как правило, закрывают. И вторая дырка — это как раз-таки ЕМ. Поэтому ракеты в данном случае ЕМные. Также на Экитурсу упали логистические дроны. И на том моменте, где я убивал джам-дронов, упал, кстати говоря, в джам, я думаю, вы это заметили, решил еще немножечко поубивать логи-дронов. Потому что конкретно в этой ситуации, когда у моего праксиса довольно-таки мало ДПС, это, на удивление, может быть эффективно. Добил джам-дронов, отогнал логи-дронов. Достаем больших дронов под названием Калдари-Нави-Васпы и начинаем заново прессинговать Экитурсу, которая откачалась. Очень важным моментом здесь было бы Экитурсу отнейтрить, потому что, как вы правильно заметили, мне довольно-таки тяжело уже танкуется. Она настакалась, ребята меня пробивают. Как только я скину стаки с Экитурсы, надо попробовать отнейтрить Драковак, потому что тот откачивает Экитурсу. Ну и комплектом к этому, возможно, получится скинуть стаки Драковаку, чтобы тот меня тоже сильно не дамажил. Ну и как вы правильно заметили, моих дронов там харасят только в путь. И менеджить их приходится крайне активно, поэтому, как такового дамага, с них толком-то и нет из-за этого менеджмента. А вижу, что Экитурса отнейтрена, она еще и скорости потеряла довольно-таки много, что приятно. Я вновь ее поджимаю, перемещаю нейтрик на Драковак и постараюсь его немного отогнать, а быть может скинуть ему дистанционную откачку. Вижу, что Экитурса. Снова настакалась. Танковать становится в очередной раз сложно. Даже приходится греть шелдбустер. Так что вернем-ка мы хэви нейтрик на Экитурсу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще одна великая победа. Не, на самом деле убийство Экитурсы было просто каким-то невероятнейшим. Если бы Экитурса смогла пожить где-то еще полторы моих разрядки, то скорее всего она бы все-таки сумела вытопить, потому что в фюте у нее был автобернер. Скорее всего по этой причине она меня и не боялась и ко мне в ноль влетала. Потому что, скажем так, вытопиться шансов у нее было довольно-таки много. Лутаем Экитурсу. Увы, толком с нее ничего не падает. Но, тем не менее, в карго вы видите 175 миллионов Исок. Правда, стоит учитывать, что там еще лежит две аномальки, которые я прошел в этом Бармхоле. Но, тем не менее, приятненько. Пытаюсь догнать моего противника, но, как вы правильно понимаете, на этой отметке я уже его совсем не интересую. Потому что об меня был слит небольшой флот Драковаков. Ребята задействовали, видимо, все корабли, которые были у них в Бармхоле. Накидали каких-то очень красивых профи Синави. Кстати, если вы думаете, что это плохой корабль, то нет. Мне профи Синави очень нравится. Довольно-таки дамажная была. Жаль, не удалось ее поймать и сгрызть. Потому что в момент, когда Экитурсу умирала, они уже в рассыпную бросились. Короче говоря, мы победили на фулл краба праксисе, добавив в него всего лишь два секретных модуля. Никому об этом не рассказывайте, только вы знаете эту тайну грапплера, скрамблера и хэвенейтрика. Как-то так. Не знаю, что вам еще сказать. Постарался для вас. В первую очередь для новичков. Это касается не только тех ребят, кто недавно пришел в Ифонлайн. Это касается еще и тех, кто саппвп не пробовал в этой игре. Постарался для вас рассказать около максимум. Надеюсь, это вам помогло. Немного приоткрыло завесу тайны о том, как случается то самое пвп в Ифонлайн. То самое, где вы даже на краба корабля кого-то можете победить. Не настаиваю на том, чтобы вы пробовали подобного рода контент. Но если у кого-нибудь из вас, уважаемых зрителей, появится желание попробовать не просто умирать на аномальке, когда вас ловят, а гордо пытаться за право жить и фармить эту аномальку, пробуйте. Не обязательно пробовать именно эту сборку. Абсолютно не обязательно. Можете собрать какую-то свою пвп сборку. Почему бы и нет? Я конкретно пробовал вот это. Мне в целом понравилось. Сборка, кстати говоря, еще раз на экране на случай, если вы ее просмотрели в начале стрима. Дредгури шеллбустер желателен, особенно сейчас, когда он немного подешевел. Он раньше стоил больше сотки, если я не ошибаюсь, а сейчас он стоит 50-70. То есть цена приемлемая. Если для вас еще не приемлемая, но все-таки хотели бы фармить именно в пвпфите, то ставьте либо ты второй, ну вряд ли, конечно, вы так будете делать, ставьте тот, который вы обычно используете, там вроде кларити используется. Короче, тот, который меньше энергии потребляет. Там есть компакт, есть, по-моему, кларити на меньше энергии и есть Т2. Т2 вы, скорее всего, не умеете, компакт иногда используется, потому что требует меньше фитинга, но обычно люди стараются поставить кларити. Также можно придумывать арморные сборки, но тут, я думаю, вы и сами разберетесь. То есть появится желание, возьмите свой крабапраксис и немножечко его допилите. Все эти пвп-модули также применяются не только в крабапраксисах, то есть, в принципе, и на любом крабском корабле, который можно адаптировать под некое пвп, все это дело можно использовать. На этом затянувшееся видео с очень большим количеством комментариев я буду заканчивать. Еще раз, если понравилось, помогло, что-то подсказал, возможно, приободрил вас, теперь вы тоже будете пробовать так делать, можете поставить большие пальцы вверх, там, подписаться, если вдруг не подписались. Ну и все. Всем успехов в крабстве. Разваливайте всех вот этих вот пвпшников, которые приварпывают к вам на аномальку, залетайте на стримы, до скорых встреч, услышимся, и пока-пока, ребята. Кстати, говорят, для тех, кто досмотрел до этого момента, можете поделиться видосом со своими друзьями, может быть, с какими-нибудь еще новичками, а также оставить какой-нибудь комментарий, в котором, помимо сообщения, засчитываются только комментарии с сообщением, оставьте плюсик и свой никнейм, и я среди вас разыграю там лексов эдак 200. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok